Распространенность биполярного расстройства. Данные по распространенности существенно колеблются в зависимости от того, что оценивают исследователи бар Ай-типа или бар обоих типов вместе. Поэтому цифры несколько различаются. Считается, что биполярным расстройством Ай-типа страдает от 0,5 до 2% населения, а бар 2 типа поражает до 5% населения. В расширенной концепции расстройств биполярного спектра цифра может достигать 8%. Если сравнивать бар с шизофренией, которой неизменно страдает 1% населения, распространенность оказывается значительно выше. Бар Ай-типа одинаково часто встречается у мужчин и женщин, а бар 2 типа более распространено среди женщин. В России за последние два десятилетия эпидемиологические исследования не проводились. А по имеющейся статистике эти цифры составляют примерно 0,01% населения. То есть они в 100 раз отличаются от мировой статистики. Это означает, что наши врачи редко выявляют бар и вместо него диагностируют у пациентов шизофрению либо депрессию. В результате больные долгое время получают неправильную терапию антидепрессантами или классическими нейролептиками, в том числе и долгими курсами, что нарушает качество их жизни. Существует наследственная предрасположенность к бар. Нельзя говорить, что есть один определенный ген, который обуславливает развитие бар. Это полигенные наследования. У тех, кто генетически предрасположен к нему, биполярное расстройство проявляется в основном на фоне психологических или физиологических стрессовых факторов. Кроме того, проявлению расстройства нередко способствует употреблению психоактивных веществ, особенно наркотиков стимуляторного ряда. Биполярное расстройство часто сочетается с другими психическими расстройствами, прежде всего тревожными. Пациенты с бар часто злоупотребляют психоактивными веществами, занимаясь своего рода самолечением в попытках облегчить свое состояние, вместо этого усугубляя его. Часто бар сочетается с расстройствами личности, в том числе с пограничным расстройством. Такие случаи особенно трудно диагностировать и лечить, потому что нужно, с одной стороны, медикаментозно лечить серьезное психическое заболевание, а с другой – вести психотерапию пациента с расстройством личности. При сочетании биполярного расстройства и, например, расстройство личности приоритет отдается более тяжелому регистру, в данном случае это бар. В первую очередь нужно компенсировать психическое расстройство, а затем заниматься психотерапией коморбидного расстройства личности. Бар – это комплексное мультисистемное заболевание. Оно не только влияет на функционирование мозга, но и приводит к сопутствующим соматическим патологиям, таким как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, нарушение иммунитета и эндокринной системы. Терапия биполярного расстройства. В первую очередь обязательным является медикаментозное лечение. Оно состоит из нескольких этапов. Пациент попадает к врачу в какой-либо из фаз, в депрессии или мании. И первичные действия направлены на купирование этой фазы. Важно не усугубить течение самого заболевания. И от этого зависит группа используемых препаратов. Психотерапия применяется уже в фазе ремиссии. В первую очередь это психообразование, информирование о самой болезни, о том, что нужно делать, чтобы предотвращать последующие приступы. Также могут использоваться методы когнитивной терапии, интерперсональной терапии и терапии социальными ритмами. В последнее время ведутся исследования диалектической поведенческой терапии и тренингов навыков эмоциональной регуляции. Биполярное расстройство – хроническое заболевание, поэтому медикаменты, как правило, приходится принимать длительное время. Часто на протяжении всей жизни не всегда удается с первого раза подобрать такую терапию, которая бы полностью остановила приступы, хотя именно это является целью лечения. Для предотвращения развития фазы используется особая группа препаратов, нормотимики, стабилизаторы настроения и некоторые атипичные антипсихотики. Применение антидепрессантов в прибар остается дискуссионной темой. В любом случае они не должны назначаться без препарата с нормотемическим действием. В некоторых случаях целесообразно проведение электросудорожной терапии ЭСТ, которая отнюдь не является средством карательной психиатрии, а позволяет преодолевать резистентность к медикаментам. ЭСТ проводится с использованием миорелаксантов и под наркозом и является эффективной и безопасной альтернативой медикаментозному лечению. Например, при беременности в Австралии и Новой Зеландии ЭСТ активно использует и в качестве профилактической терапии. Вопрос об отмене лечения может быть поставлен по инициативе пациента не ранее, чем через 5 лет отсутствия каких-либо симптомов заболевания. Психообразование и психотерапия в первую очередь направлены на то, чтобы пациент учился выявлять ранние признаки обострения. В таких случаях можно вовремя скорректировать медикаментозную терапию таким образом, что пациент останется в интермиссии и не свалится в одну из фаз. Также проводится обучение нормальному режиму сна и бодрствования, труда и отдыха, выявлению и предотвращению запускающих фазы триггеров. На сегодняшний день продолжается активное изучение различных аспектов пар. Проводятся многочисленные исследования в области нейробиологии, ученые ищут объективные биологические маркеры, которые могли бы помочь клинической диагностике выявлять риск заболевания до того, как оно проявилось. Генетические исследования позволяют выявлять группу риска людей, у которых может возникнуть это заболевание, чтобы относиться к ним более внимательно. Также продолжается исследование нейрохимических и метаболических процессов в мозге, в том числе с использованием высокотехнологичного оборудования, функциональное МРТ, ПИТ, роли воспалительных факторов и даже влияние микрофлоры кишечника на течение заболевания. Продолжается исследование лекарственных средств, поскольку даже при существующем достаточно широком арсенале препаратов не у всех пациентов удается добиться полноценной ремиссии. Проводится поиск и адаптация наиболее эффективных методик психотерапии, реабилитации с учетом специфических потребностей пациентов с этим заболеванием.